Согласитесь, что качество жизни современного человека во многом определяется наличием зон комфорта. Расположение в шаговой доступности магазинов, кафе, ресторанов. Также важно, чтобы рядом были парикмахерские, швейные ателье, мастерские по ремонту авто. В больших городах их достаточно, что не всегда можно сказать о малых населенных пунктах. Однако бизнес туда все же идет. Чтобы поддержать предпринимателей в их важном начинании, и был подписан указ номер 345, который предусматривает ряд преимуществ. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года предусмотрена возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфере указанных видов деятельности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания с уплатой налога на прибыль для организаций в размере 6% и единого налога для индивидуальных предпринимателей в размере одной базовой величины, а также иных упрощенных условий осуществления этих видов деятельности. Причем для применения норм данного документа не имеет значения места регистрации субъекта хозяйствования. Индивидуальный предприниматель может быть, например, зарегистрирован в Бресте, однако свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания он ведет на территории малого населенного пункта. Однако необходимо обеспечить раздельный учет получаемой выручки. Кроме того, предусматривается освобождение субъектов хозяйствования от налога на добавленную стоимость на основании данных раздельного учета, налога на недвижимость, земельного налога, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Для цели применения льгот по налогу на недвижимость и землю необходимо соблюсти условия, согласно которым капитальные строения и их части должны быть использованы для осуществления данных видов деятельности, а также быть расположенными на земельных участках, расположенных в городах малых населенных пунктов, перечень которых определяется областными советами депутатов. Действие налоговых льгот и иных условий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, закрепленных в документе, распространяется на населенные пункты, определенные решением областного совета депутатов.